Несколько дней назад я ехала по автомагистрали и я увидела просто ужасающую картину истощенного Алабая. Его выкинули в этот же день, когда я его увидела, рассказали мне. По его состоянию видно, как за ним ухаживал хозяин, что он его практически не кормил, в связи с чем. У него такие проблемы, как вы видите, он ходит на носочках и видать это послужило причиной того, что его хозяин выкинул. Он просто возьмет себе другого щенка и продолжит также издеваться. Это все последствия отсутствия стерилизации у нас на КМВ на Северном Кавказе. Из-за того, что люди не стерилизуют своих животных, пристраивают кому попало, случаются вот такие беды. Это не последний случай, будет таких еще много. Взять мне его было некуда, так как я понимала, что я его не смогу пристроить и у меня будут большие проблемы с соседями, так как у меня и так много собак, плюс будет он, это будет постоянный лай. Я выставила клич о помощи у себя на канале. Откликнулась одна претендентка с Латвии, с города Риги, что якобы она заберет его в добрые руки. Я бегом поехала его забирать, не зная о том, что эта женщина специально меня обманула, чтобы я его поехала забрала. Ну, то есть помочь собаке чужими руками. А дальше какие у меня будут большие проблемы из-за этого, что я его не смогу пристроить. У нас арава собак и плюс сон, это будет постоянный лай на постоянной основе. Это ее не волновало. Она еще когда отказалась, она говорила мне кучу гадостей. Ну, что сказать, это очередной опыт для меня, впредь я не буду больше так доверять людям. А теперь смотрите ролик, как я еще тогда не зная всего этого, поехала счастливая забирать, думая, что у него есть претенденты. Деда тут у нас готовы, погнали. Одно дело сейчас провернем. Мы с дедушкой едем ловить Алабая. Я увидела, что на трассе выкинули собаку, развернулась. Я чувствую, мы до Алабая вообще сегодня не доедем. Сухой паек ей дали, а воды главное на такой, солнце на таком. Вот это собака. Да, вот это собака. Тебе воды надо дать, подожди, подожди. Не бойся, не бойся. Ей воды надо дать. Дам еду, которую я Алабаю взяла, она влажная, натуралка. Иди. Мама мне дала, но я купила вот на днях. Вот это поворот, скажет она. Мы такого точно не ожидали. Если котенок был выброшен и там было хоть два с половиной дома, то здесь никаких ни два, ни с половиной дома нет. В общем, оно разморозилось, там еще водичка на дне. Ехать обратно постараюсь взять, потому что она ко мне не подходит. Собака. Не бойся, не бойся, на. Я долго ее пыталась поймать, не снимала, но... Поймай ее. Короче, не ловится. Ребят, я очень тороплюсь. На обратном пути, обещаю, посмотрю. Не могу ее поймать. Бегала-бегала за ней. Спишь? Счастье твое приехало. Поехали. Петер! Привет! Конечно, узнал. Я с ним ночью три часа сидела позавчера. Типой зимой. Давай лапу. Лапу давай. Ты что такой слабый? А? Ты что такой вяленький? Пойдем? Пойдем? Не, он вообще был скелет. Сейчас хоть вон чуть-чуть. Чуть-чуть. Ты что такой? Поехали? Поехали? Такая собака. Потягушечки делаем. Потягушечки. Да? Поехали, поехали, поехали. Ты смешнуля? Ты смешнуля? Ты смешнуля? Да, давай лапу. Лапу давай. Давай, давай. О, молодец, молодец. Молодец. Так держать. Хвост пистолетом. Пошли. Погнали. Дождь идет. Кажется, дождь начинается. Пойдем? Пойдем? Пойдем, 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 пойдем. Вставай. Вставай, вставай, вставай. Пошли. Лапу давай, все, пойдем. Хватит тут нежиться. Нет, туда не прыгай. Это не тебе. Тебе я более хорошее место приготовила. Сейчас голову тебе защелкнет. Иди сюда. Иди, прыгай, прыгай. Я тебя как затаскивать, скажи, пожалуйста. Прыгай, прыгай, прыгай. Давай, давай, давай. Ты будешь прыгать или нет? Давай, давай. Не стесняйся, как у себя дома. Вставай, 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 вставай. Слушай, мальчик, ну тебе надо как-то самому тоже. Я ж не одна тут. А? Стой, стой. Да не надо туда лезть. Стой. Слушай. Ты тяжелая собачка, походу. Давай, одну лапу сюда. Давай, давай, давай. А, у тебя же суставы болят, да? Что будем с тобой делать? Давай, давай. Вот это задача, конечно, лобая загрузить. На. На, на. Давай, старайся, старайся. Я ж не одна буду стараться. Старайся. Ах ты, кабанчик. Давай, поднимайся. На. Хочешь есть, умей вертеться. Давай, поднимайся. Оп, оп, оп. Давай, давай. Давай, давай, давай. Какая собака такая я. Что будем с тобой делать? Прыгай, прыгай, прыгай. Давай, прыгай. Ну, прыгай же. Как тебя хозяин закинул в машину? Давай, давай. Давай. Одну лапку. Давай. По очереди. Другую лапку. Потом попец свой. Пойду помощь просить. Здравствуйте. Добрый день. У вас есть кто-нибудь, чтобы мне помочь алобая загрузить машину, которая у вас бегает здесь? А то я не могу его поднять. Лёху, крик ты тут. Лёху, подойди сюда. Ира, дай ты пироженку как раз. Может он за пироженкой поедает? Да, я мясо ему предлагаю. Надо хотя бы... Да нет, там у него есть. Я ему мясо дала. Там поможешь девушке? Да, вместе. Сейчас тебе все расскажут. Пойдем? Да. Я просто пытаюсь его за грудок взять, а он тяжелый. Я одна не могу. Сходя по переднюю часть. Он не кусается, но ничего. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем. Пошли, пошли. Могу ли тебя сейчас как-нибудь... Как он? Нет, конечно. Он не кусается, он еще ребенок. Ну, а щенок еще, он еще маленький. Он щенок? Видите, он себя ведет как щенок. Ты будешь, что это вкусняш? Надо ему... У него суставы? Может, я с той стороны... Может, я с той стороны открою, а буду манить его? Просто надо вот так грудок ему поднять, хотя бы передними лапами. Да, собака тоже. Да, иди сюда. Как-то передняя. Да, да, да. Залайся. Ох, ты кавранщик. Залайся, кто тебе же помогут. Сперва передняя, а потом задняя. Давай, давай, давай. Так. Возьмите его. Да я сама такая. Ну, он укусит это точно. Так, может, багажник попробуем? Ой, сморода, я сейчас... Собака, иди сюда. Иди сюда, на. Иди сюда. Прыгай, на. Опачки. Дверь надо закрыть. Он не вытрекает? Не, не, все нормально. Ну что, ты не захотел сюда прыгать? Пришлось тебя назад грызануть. Перелази. Сможешь? Мы тебе даже место тут все-таки приготовили, а ты там мозги делал. Ты первая собака, кого я не смогла поднять. Всех могла. И леди затащила. Персика сколько затаскивал. Ты, походу, немножко покрупнее масти. Перелази, перелази. Я же тебе о чем и говорила изначально. Только мы двери закроем. Чуть не обманул меня. Он хотел открыть, он перелазил изначально с той целью, чтобы выпрыгнуть из открытой двери. Только не перел... О-о-о-о. Так, походу, тебе надо было сиденье опустить. Зад поместился в багажнике перед в салоне. Не облизывай только, по-братски. Теперь... Клинкой завоняла в салоне. Конечно, давай, перелази. Перелази. Только сюда вперед не надо, хорошо? Аккуратно. И вперед, прям совсем вперед не надо. Вот там располагайся, мягко все. Ой, ты молодец. Какой хороший мальчик. Послушный. Чуть окошко откроем, чтобы ты подышал. О-о-о. Как, смотри, теперь городской пес теперь. Ничего себе. Вот это поворот. Как, знаешь, как будто он всю жизнь в машине катался. Сел. Не, он сперва боялся. Я почему поднять не могла? Он боялся садиться. А сейчас сел, в окно выглядывает. Как будто всю жизнь на машинах этот раскатывал. На С-классах каких-нибудь там. Все нормально, да. Я даже белку могла загрузить. Наверное, я силы теряю. Я никогда никого не просила. А, белку мне мужчина помог загрузить. Обычно я никого не прошу. Блин, спина болит. Я его поднимала, пыталась поднять несколько раз. Жесть. Счастливый. Как я. Мы тут. О-о-о. Аккуратно мы держимся. Аккуратно. Самолет обгоняет. Самолет нас обгоняет. Ты такая смешнулька, я тебя называла, да? Смешнулька. Деда, ну ты ожидал, что мы такую долгую дорогу поедем, когда ты хотел тоже со мной? Ты, наверное, уже передумал сто раз. Скажешь, зря я поехал, да? В эту авантюру подписался. Чёрти, куда теперь едем? В этот Новопаловск, в Георгиевск, да? Что думаешь по этому поводу? У меня вообще ничего нет. Вообще ничего не думаешь? Да. Ты не пожалел, что ты со мной поехал? Нет. Ну, слава. Кто-то должен помочь. Ну, конечно. Кто и не поможет. Морально хотя бы. Сегодня у нас кошкопад-собакопад. Да? Смотри, утром одна кошка, потом собаку на трассе увидели, потом сейчас ещё одна кошка и вот этот Алабай. Давно такого не было. Так, кто это у нас тут в окошко смотрит? Мы приехали в Георгиевск. Сейчас расскажу, почему. И наш друг тут смотрит в окошечко, дышит, всё как надо. Короче, мне моя знакомая скинула информацию, что, в общем-то, котёнок, он нужен на помощь. Там что-то с лапами ходить не может. Ну, я думаю, пока я в Минводах, давай я заберу, чтобы за 3,5 тысячи за такси не платить. Я попросила, чтобы я до Паска не ехала, час времени не тратила, потому что у меня уже глаза от дороги начинают. Болеть я их не могу потом открыть, да? Сами хочется их закрытыми держать, типа, болят они у меня. Чтобы туда-сюда не мотаться, просто уже темнеет, да, чтобы время не терять, она, слава богу, согласилась помочь и довести котёнка до Георгиевска. Я его уже возьму, и мы мотанём в Ставрополь. Три часа мы милить Ставрополь. Дедушка, конечно, уже пожалел, да, что согласился на эту авантюру. Скажет, на что я подписался, сидел бы дома спокойно. Что, встречаем? Встречаем видоску. Вон она, типа, типа, какой-нибудь. Ой, да, что-то сладкое. Красиво, красиво. Так, и риски. Ну, в принципе, может, я дедушке на колени поставлю. Да нет, давай. А переноска ещё пригодится. Да, ничего, ещё одна есть твоя. Она обработанная, не переживай. Не, я поняла, просто там некуда ставить. Там алабай сидит на всё сиденье. Она очень добрая и ласковая. Дедушка её гладить будет? Она будет у него на коленях, да. Может, и лёночку дедушке дать? Давай, давай, давай. Она не кушала, она сказала, Лена. На риску похожа, расцветка. И на антисе. У меня вот такая одноглазая. А, одноглазая? Это что? Это милая. О, спасибо, это милая. Это у нас милая. Она вообще ласковая. Какой красивый. Видела последний ролик, нет? Да, конечно. Я что, вообще, я плакала. Да? Я плакала. Деда, мы тебя поэксплуатируем. Ты как раз мёрзнешь. Это тебе. А вот в Тодинушка говорит, сядет. Вот, сядет. Вот, всё, это тебе подарок. Ты как раз кушила. Да, там собака. А ну, добрый? Добрый? Очень. Он как щенок. У него характер, как у щенка. У меня же такая растёт, наверное. Он не укусит вообще никак. Какой красивый, как я. Какая красота. Большой, да? В щеках же моральный рот. А, да-да-да, ласкается. Да, у нас котёнок тоже дедушка с себя гладит. С дедушкой спит. Он не выскочит? Нет-нет. Он не поместится, ему только голова помещается. А поэтому у меня так много подписчиков уже встало. Это тебе, деда? Да, маленький презентик будете. Да, мёд. Спасибо. Угу, едем. Всё, Ставрополь домой. Вот тебе, деда, и презентик. Смотри, что тебе дали. И котёночка тебе дали. О таком только мечтать можно. У нас же нету. Вон он орёт. Не хочет собаку видеть. Ну что, тебе нравится котёнок? Хороший? Порекомендуешь моим подписчикам? Спокойный. Да? Как я? Как я. Или как ты? Как я. Как ты нет. А, я неспокойная? Нельзя быть таким спокойным. Маршрут построен. Деда, ну хочет погладиться, погладь её. Смотри, бросит. Да. Нужно чуть-чуть, чтобы... Я мог потом бежать и залезть в кузов. В 55-м году? Да. В Востоке. Когда тебе было 20 лет? Ты же 35-го? Да. Я тоже 20 лет могла в кузов запрыгнуть. Сейчас не могу. Сейчас лишний вес. Хорошая компания. Это раз. Там два. Собака есть. У нас сегодня кашкопад, собакопад. Плюс три головы на мою голову свалились на одну. Это жесть. Кошка оказалась очень ласковая, поэтому успевайте забронировать. Вы только посмотрите. Просто успевайте. Это вообще что такое? Только ей говорит, гладьте меня, пожалуйста. Гладьте, только гладьте. Вон она какая. Каня, звезда. Вот, вот. Массажик будет вам делать. Ногтяных не горит. Вы только ее натуралкой кормите, и все. Ей больше ничего не надо. И гладьте. Ну вы нашли эту скелетико. Нашли скелетико. Балла того, еще что-то нашли. Сейчас дедушка меня сдаст. Ты меня домой не пустишь. Что вы там еще нашли? Ну я поехала в Георгиевск. Мне тут подсуетили котенка еще одного. На Анфису похожа копия. Еще и тех четырех собак привезут. Тех четырех я попросила пока не везти, потому что у меня завал. И потому что нас вдвоем я не могу таскать эти гормоны для собак. Приехали к Колобаю на заправку. Домой мы тебя привезли, решили, что не надо. Просто у меня закончился бензин, пока я каталась. Сейчас мы заправимся тысячи на две. Он посмотрел, знал место, скажет, что он домой. Сейчас заправщики увидят, скажет, что? Куда? Что, мы приехали на это место, где мы видели собаку. Еду по обочине. Деда, выглядывай, где она там сидит. Именно вот в этом месте это было. Сейчас найдем пакеты, которые мы ей давали. На аварийку встала. И потихонечку едем. Я развернулась, мы проехали. Сейчас обратно еду. Там должны быть пакетики. Если сейчас никого не найдем, ну не знаю, может уже кишки по асфальту размазаны. Может уже задавили ее. Ну если сейчас не найду, то постараюсь. Конечно, не знаю, как у меня за мной плотный график каждый день. Постараюсь. Нет, что-то я не вижу даже пакетиков, которые мы кидали. Ну не будет же на одном месте сидеть. А вот пакетики, которые мы давали. Ага, собаки нет. Короче, завтра приеду на это место, посмотрим. Сейчас темно, ничего не видно все равно вообще. Э, ты где там? А это ты! Мы тебя в прошлый раз не подобрали. Ты в курсе? В прошлый раз я тебя не подобрала. А потом я тебя искала, искала. Решила видео не выпускать, а? Сколько я тебя искала? Ты мне не подскажешь? Сиськи висят. Кого кормишь-то, а? Она кормящая, деда. Что мы с ней будем делать? У нее там что-то есть. Мадам. Кушать хочет, бедняга. Так, ну у меня с собой тут еда есть кошачья. Одна штука. А кошка голодная. Она просто кормящая, я не могу ее собрать. Другие дети здесь. Я уже месяца два назад видела ее. Сейчас малыш. С глазом побитым. Я бы снимала долго, как я ездила. За город кормила. Этот мадам здесь ждет. Что ты снимаешь? На городке. Не, я кошку кормлю. Спасибо, спасибо, добрые люди. Ещё воды дать. Каул, она голодная. Сейчас мы воду к ней подыщем. А ты что-то не хочешь выйти там побегать? Ты же вообще в машину не захотела заходить. Теперь не хочет выходить. Вообще. Так, в эту же штучку я воды налью. У меня чуть осталось там. В тот раз я по той же причине ее не забрала. Потому что у нее что-то с грудями было. Я подумала, что она кормящая. Водичка, лейся. Хотя бы чуть-чуть кошечки попить. Всё. Мы поехали. Ещё буду сюда ездить. Посмотрим. Ну что, мы наконец-то доехали домой. Вы готовы, дети? Смотреть на ещё одного ребёнка. Чуть-чуть только он большой. Совсем капелюшечку. Хорошо? Давай для начала дедушку вытащим. Не хочешь выйти? Или мама придёт, заберёт тебя, да? Я шапку покеру. Вот шапка. Та-да-да-дам! Опачки! Сейчас, сейчас его Проша скушает. Выходи, добряк! Выходи, не бойся Проша. Он сам новенький. Не переживай. У тебя башка такая. У меня таких собак почти никогда не было. с такой башкой. Выходи! Сколько можно ждать? У тебя нога, кстати, наверное, 45 размер. Котик там спрятался вон. Выходи, выходи. Там у тебя будка своя. Не переживай. Выходи, не смущайся. И что мне теперь тебя уговаривать? Смотри, какие ножки. Больше моих. Не бойся, Проша тебя не съест. Бедненький. Большой опис. Как тебя, когда выкидывали, вытащили с машины? Не пойму момента вот этого. Выходи. Давай, давай. Как тебя еще заставить, скажи, пожалуйста, освободить машину? Давай, давай, давай. А ну-ка, выходи. Давай, пошли, пошли. Пошли. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай. Даек, Макарек. Ты меня сожрешь когда-нибудь за мою наглость. И как мы тебя будем вытаскивать, а? То не затащишь, то не вытащишь. Порвал? Молодец. Ну, такая махина не была, поэтому мы порвали эту штуку. Давай. Ну, как же тебя вытолкать? Давай, иди. Жопа твоя больше моей, что ли? Такого не может быть. Иди знакомься, маленький мальчик. Большой мальчик такой пугливый. На, Персик, ну иди, покажись. Он вас перещелкнет просто разом. У нее появилась хозяйка, поэтому я его забрала, как и обещала. Пей воды. Пей, пей, пей. Иди дружи со всеми. Будешь кинтюриком кому-нибудь. Там, прошенным кинтюриком будешь. Там играть с ним, я не знаю. Все эти моменты. Пошли мелкие. Мелкие. Вы не такой масти. Вот, смотрите, какая масть крупная. Вот такими надо быть. А вы тут пошли следовать на задний двор. Ушел. Сейчас, наверное, пищенкакен сделает. Давай. Мам, иди смотри. Это кто? Чупакабра. Начиная. Какой мальчик. Видишь, только на носочках ходит. Медведь. Слушай, он что-то веселый. Вы ему много скормили. Пош, будешь познакомиться? Подожди. Пути пузички. Он его сейчас оближет. Пути маленький. Сейчас, сейчас. У этого сердца остановится. Люба откусит. Сыпить как хочет. Мамочки, вот это зверинка. Хороший, черный. Проша, рот. Да что ты скажешь, все на меня дырят. Нормальный пёс? У него башка больше твоей головы. Не имеет бешеного желания пойти познакомиться. Или сказать, что он доминант. Погнали. А, он умеет ходить на поводке, да? Пошли. А, нет, не умеет. Надо шейник хороший купить, большой. Я смотрю, вольер. Это твой размерчик. Ты там неплохо выглядишь. Мы Линду выселили, его поселили. Да, неплохо, неплохо, конечно. А это мы кушать, конечно, любим, да. Я говорю, кушать мы, конечно, любим. Он сейчас его проглотит. Мам, там еще есть миска, ее для воды можно использовать. Он глотает, он такого не видит. Я несу лежанку, которую мне прислали в посылке. Конечно, он весь не уместится на ней. Ну, пусть хотя бы на мягоньком полежит. Правильно? Вот, сейчас мы ее поправим. Посмотри, ты в ней поместишься. Иди. Смотри, какая она мягонькая. Давай. Вставай туда. Мозги не делай. Смотри, какая, я думаю, поместится на нее чуть-чуть. Только лапы его длинные не поместятся. Надо его погулять. Может, он в туалет хочет. А то мы сразу его закрыли. Он уже по большому, не по маленькому, не сходил. Там персик. Сейчас они с ним сцепятся, правда. Нет? На лежанку хочется. Сейчас, если с персиком схватятся, я ничего не сделаю. Это будет великий бой. У меня моих сил не хватит, это точно. Разнять их. Давай, иди в будку. Ложись. Ложись, ложись, ложись. Ложись, ложись, ложись. Твой дом теперь временный. Лапу подал. Сам. Лапу подал. Лапу, лапу. Лапу давай. А, он же привык, что дает лапу, и его кормят. Лапу давай. Да, лапу давай. Нет, вот эту лапу давай. Давай, давай. Спинка, спинка, спинка. Ты, что такая морда у тебя? Тица, мама, там калиски. Ну. Супай. Супай. Тица, мама, там калиски. Тица, тица, тица. И моя сладкая. Мужка такая. Мужка такая. Мужка такая. Тица, тихо. Супай. Субтитры создавал DimaTorzok